А вы знали, что такой банальный девайс, как наушники-вкладыши, которые сегодня за сущие копейки может купить любой школьник, впервые появились в легендарном романе американского фантаста Рея Брэдбори «451 градус по Фаренгейту» и назывались они «Ракушками». Или куда более редкое, но и более высокотехнологичное «Рождение детей из пробирок». Его описал в романе «О дивный новый мир» писатель Олдос Хаксли, причем у него этот процесс был поставлен на конвейер. Научная фантастика потому и называется научной, что работающие в этом жанре писатели опираются на современные им научные достижения, чтобы спроектировать будущее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество современных нам явлений и предметов, которые мы считаем обыденными, когда-то были персонажами фантастических романов и повестей. Сегодня мы расскажем вам о самых известных предметах и явлениях, появление которых было предсказано в научно-фантастических произведениях. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые захватывающие видео. Итак, заваривайте чаек, доставайте панкейки и погнали! Детали космических путешествий и мировые компьютерные сети, видеочаты и планшетные компьютеры. Упоминания о подобных предметах и явлениях можно найти у фантастов прошлого. Кому-то из писателей удавалось угадать лишь отдельные вещи будущего, а кто-то, как, скажем, Герберт Уэллс, Жюль Верн или Артур Кларк, сумели описать чуть ли не половину нынешней машинной инженерии и цифровой техники. Атомная бомба. Герберт Уэллс. Человечество еще только-только подбиралось к идее расщепления атома, а британец Герберт Уэллс в своем романе «Мир освобожденный» предсказал появление оружия, основанного на этом процессе. Произошло это в 1914 году, за три десятка лет до Хиросимы и Нагасаки. Герой романа Холстон вызывает радиоактивный распад тяжелых элементов в 1933 году в крохотной частичке Висмута. Произошел сильнейший взрыв, в результате которого получился тяжелый газ с чрезвычайно высокой радиоактивностью. За неделю он распался. Но главное было сделано. Ценой ожога на груди и сломанного пальца первооткрывателя. И с той секунды, когда невидимая частичка Висмута превратилась в сгусток разрушительной энергии, Холстон уже знал, что он открыл человечеству путь, путь еще узкий, зверистый и темный, к безграничному, неисчерпаемому могуществу. Вот так описывает это явление Уэллс в своем романе. Социалистическая утопия «Взгляд назад» писателя-социалиста из США Эдварда Беллами впервые увидела свет в 1888 году. Роман описывал путешествия во времени на сто с лишним лет вперед, в 2000 год, в Америку будущего, экономика которой построена на принципах социализма. Скажем, все граждане страны обязаны трудиться в так называемой промышленной армии, получая за свой труд гарантированный минимум, но не наличными деньгами, а специальными картами. Судя по описанию, такими, которые сейчас называются дебетовыми. Расплатиться такой картой американец 2000 года, по версии Беллами, мог в любой точке страны, что делает предсказание еще более точным. Кстати, любопытно, что в России книга «Взгляд назад» была переведена и выдержала 7 изданий, последнее в 1918 году. По понятной причине советская власть уже не допускала переиздания романа «Утопии». Вертолет «Жюль Верн». Если быть совсем точным, то летательный аппарат, на котором покоряет воздушный океан гениальный изобретатель-одиночка Робур, герой опубликованного в 1886 году романа «Робур-завоеватель», скорее похож на автожир, чем на вертолет. Ведь у него есть не только несколько подъемных винтов, но и один, тянущий впереди. А именно по такой схеме и строятся автожиры. Но все-таки в истории научной фантастики и вертолетостроения верно останется предсказателем появления именно вертолета или геликоптера. Правда, внешний альбатрос, на котором путешествуют Робур и его спутники, больше напоминает другое знаменитое предсказание Жюль Верна – подводную лодку, поскольку имеет веретенообразный корпус над стройкой наверху, над которой вертится множество двухлопастных винтов. Интернет. Марк Твен. Американца Марка Твена трудно назвать научным фантастом в классическом смысле этого слова. Тем не менее, несколько фантастических произведений он создал, и среди них рассказ из «Лондонской Таймс» за 1904 год, написанный им в 1898 году. Изобретение, которое обладает всеми признаками современного интернета, писатель назвал телеэлектроскопом или всемирным телефоном. Герой рассказа Клейтон получает его в свое распоряжение, и вот что он может делать. Аппарат достали и подключили к международной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми, и благодаря этому чудесному изобретению ему стало казаться, что у него выросли крылья, и он может лететь куда хочет. Лазер. Герберт Уэллс. И снова обратимся к предсказанию Герберта Уэллса. Ему очень хорошо удавалось предвидеть боевые машины будущего. Атомную бомбу, танки или, например, лазер. Причем, если о первой и вторых мало кто знает, то лучи смерти, которыми вооружены пришельцы с Марса в романе «Война миров», впервые опубликован в 1897 году, известны едва ли не каждому в мире. Это уникальное для землян оружие сделало боевые машины марсиан непобедимыми, и если бы не банальная земная простуда, справиться с ними не удалось бы. Сегодня, конечно, лазер еще не стал столь простым и легко носимым оружием, но военные образцы уже не просто испытаны, а приняты на вооружение в армиях развитых стран, таких, например, как Россия и США. Межпланетные космические корабли. Алексей Толстой. О существовании ракет человечество знает уже не меньше двух десятилетий. Начиненные порохом трубки для фейерверков начали использовать еще в Древнем Китае, но приспособить их к межпланетным космическим перелетам первыми решили все-таки в России. Знаменитый революционер-народник Николай Кибальчич за несколько дней до казни, он был участником покушения на императора Александра II, выдвинул идею космического аппарата с управляемым вектором тяги. Именно по этим чертежам, вооружившись теорией другого знаменитого соотечественника Константина Циолковского, и построили свой межпланетный корабль Мстислав Лось и Алексей Гусев, герои романа Алексея Толстого «Аэлита», опубликованного в 1923 году. И улетели на нем на Марс, где быстренько устроили революцию, со всеми вытекающими последствиями для себя и для марсиан. Пейнтбол. Аркадий и Борис Стругацкие. Давайте обратимся к цитате из книги Стругацких. Это было что-то вроде игрушечного автомата, с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу как магазин. «Что это за штука?» – спросил я. «Ляпник», – сказал он угрюмо. «Дайте сюда. Я отдал ему игрушку». «Ляпник», – сказал я. «Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?» «Надо же, теперь это за год не отмыть. Придется стену менять». Это диалог героев романа «Хищные вещи века», написанного в 1964 году. Ничем иным, как современным нам пейнтбольным автоматом, ляпник Стругацких и быть не может. Так что вполне можно было бы включать это слово в современные словари, заменяя им чужеземный пейнтбол. Подводная лодка. Жюль Верн. Французский писатель-фантаст считается одним из самых гениальных провидцев, что легко объяснимо. Верн тщательно следил за всеми новинками науки и техники. И, конечно, он был в курсе того, что конфедераты использовали подводную лодку в ходе гражданской войны в США. Но утлая конфедератская скорлупка с педальным приводом не идет ни в какое сравнение с главным героем романа 1870 года «20 тысяч лье под водой». Могучим наутилусом, где все работает за счет электричества. Да и способности лодки Жюля Верна подолгу не всплывать на поверхность, тоже куда ближе к современным атомным субмаринам. Кстати, в фактическом продолжении этого романа «Таинственном острове» Верн вооружил наутилус торпедами, но это уже не было предвидением. Это морское оружие к тому времени успешно применялось в реальности. Робот. Карл Чапок. Чешский писатель Карл Чапок не просто предсказал появление роботов. Он-то, собственно, и придумал само это слово. Оно происходит от чешского «работ», то есть «подневольный труд». Впервые роботы появились в 1920 году в пьесе «Рур». Рассумские универсальные роботы, написанные Карлом Чапоком вместе с братом Йозефом. После этого роботы буквально завоевали мир, став вполне обыденным явлением сегодня. Примечательно, что Прага, где сочинил свою знаменитую пьесу чешский писатель, является родиной дальнего предка роботов – глиняного голема. Это искусственное существо, способное выполнять команды хозяина, по легенде, создал праведный пражский раввин Лев для защиты своих соплеменников. Спутник связи. Артур Кларк. Сегодня никому и в голову не приходит, что колоссальная часть мировой сети связи базируется на геостационарных спутниках. Работает телевизор или телефон, и хорошо. Между тем, еще семь десятков лет назад такая идея была не просто революционной, а вообще выглядела откровенным враньем. Но будущая легенда мировой фантастики англичанин Артур Кларк работавший в британском межпланетном обществе, считал иначе, о чем и написал в 1945 году в своем эссе «Космическая станция для применения радио». В ней он впервые обосновал применение именно геостационарных, то есть расположенных на орбите в постоянном месте над поверхностью Земли спутников связи. К этой идее Кларк, давний энтузиаст космической техники и межпланетных путешествий, пришел, основываясь на своем военном опыте. Он служил в Королевских ВВС и занимался специальной радиосвязью и радарами. Солнечные паруса В 1865 году Жюль Верн в романе «С земли на луну прямым путем за 97 часов 20 минут» описал идею солнечного паруса. 145 лет спустя, в 2010 году, был успешно применен первый солнечный парус Икарус. Воздушная реклама В книге Жюля Верна «Один день американского журналиста» в 2889 году описаны самолеты, рисующие сообщения в небе. Воздушная реклама 26 лет спустя, в 1915 году, подобное было проделано в первый раз на авиашоу в Сан-Франциско. Автоматические раздвижные двери В 1899 году Герберт Уэллс поведал миру об автоматических раздвижных дверях в романе «Когда спящий проснется». Около 60 лет спустя, в 1960 году, они действительно появились. Танки Несколько лет спустя, в 1903 году, Герберт Уэллс написал книгу под названием «Сухопутные броненосцы», в которой рассказывалось о танках. Через 13 лет впервые появились настоящие танки во время Первой мировой войны. Детектор лжи В 1910 году Эдвин Балмер и Уильям МакХарк написали книгу «Достижения Лютера Трента», в которой упоминается тест на детекторе лжи. 14 лет спустя, в 1924 году, такое устройство вошло в практику сыскных агентств. Солнечная энергия В далеком 1911 году Хьюго Гернсбек в романе «Ральф-124С-41Плюс» предсказал использование солнечной энергии. 67 лет спустя, в 1978 году, появились первые калькуляторы на солнечных батареях. Голосовая почта В романе «Люди как боги» Герберт Уэллс предсказал использование голосовой почты, и через 57 лет она действительно появилась. Генная инженерия В своей популярной книге 1932 года выпуска «О дивный новый мир» Олдес Хаксоли прогнозирует использование генной инженерии. 40 лет спустя, в 1972 году, были проведены первые эксперименты в этой области инженерии. Правительственный шпионаж В 1949 году появилась скандальная и популярная книга «Антиутопия» 1984. В ней Джордж Хоруэлл предсказал повсеместное распространение правительственного шпионажа. Совсем недавно, в 2013 году, в мире разразился скандал, связанный с тотальным шпионажем американского АНБ. Спутники связи В 1951 году, когда Артур Кларк написал «2001. Космическая Одиссея», он предсказал использование спутников связи. Первый спутник связи был запущен 14 лет спустя, в 1965 году. Виртуальная реальность Пять лет спустя Артур Кларк написал «Город звезды», в котором упомянул видеоигры виртуальной реальности. Десять лет спустя, в 1966 году, был разработан первый летный симулятор. Водяная кровать В 1961 году Роберт Хайнлайн написал книгу «Чужой в чужой стране», в которой фигурировала идея водяных кроватей. Современный гидростатический матрац был запатентован в 1971 году, через 10 лет после написания книги. Космический туризм В своей книге «Лунная пыль» 1961 года Артур Кларк предсказывал, что люди будут летать в космос в качестве туристов. Через 39 лет после выхода книги Деннис Тито стал первым космическим туристом в 2001 году. Европейский союз Джон Браннер в книге «Всем стоять на Занзибаре» 1969 год упомянул Европейский союз. Через 24 года ЕС был юридически утвержден Мастерским договором. Бионические конечности В своем фантастическом романе «Киборг» 1972 год Мартин Кайден прогнозировал использование бионических конечностей. Прошел 41 год, прежде чем в 2013 году был сделан первый бионический протез ноги. Аудиоперевод в режиме реального времени В серии «Автостопом по галактике» 1980 год Дугласа Адамса впервые упоминалась концепция автоматического распознавания и перевода устной речи в режиме реального времени. 34 года спустя, в 2014 году, Google обновил приложение автоматического перевода, в которое была включена данная функция. Лучший шахматист был побежден компьютером до 2000 года. В книге «Эпоха интеллектуальных машин», которая была написана в 1990 году, Рэй Курцвейл предсказывал, что максимум через 10 лет машины станут умнее людей. Всего через 7 лет компьютер Deep Blue от IBM стал чемпионом мира по шахматам. Модули будут запущены на Луну, а затем вернутся на Землю. Это одно из самых смелых предсказаний в списке. В своей книге «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» 1861 год, Жюль Верн фактически описал американскую программу «Аполлон» 1969 года, за 104 года до ее успешного осуществления. Экстракорпоральное оплодотворение В книге «Дедал или наука и будущее», написанном Джоном Холдином в 1924 году, описывался процесс оплодотворения в пробирке. В реальности группа при Университете Монаш, возглавляемая Карлом Вудом, добилась первой в мире экобеременности у человека в 1973 году посредством искусственного оплодотворения. Эта же группа получила первого в мире младенца, развившегося из замороженного эмбриона, в 1983 году. Роберт Хайнлайн спрогнозировал появление скринсейвера в 1961 году. Понятное дело, что на вас произвело бы большее впечатление сбывшееся предсказание о ядерной или новой мировой войне. Да и мастера слова об этом постоянно думают и пишут. Но не следует пренебрегать простыми и даже банальными, на сегодняшний современный взгляд, вещами. Возьмем в руки роман одного из деканов всех крупнейших писателей-фантастов Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране», который он написал в 1961 году. Переворачивая страницы, вы увидите удивительный мир будущего, где практически каждый житель среднего достатка имеет 3D-телевизор-компьютер и аппарат стереовидения, замаскированный под аквариум. Да-да, именно за 10 лет до появления первого персонального компьютера Хайнлайн описал компьютер с яркой и живой заставкой плавающих рыбок, вернее, аппарат стереовидения, который был способен развлекать зрителей, даже будучи в выключенном состоянии. Автор не только изложил ключевую функцию скринсейверов, но и угадал одну из самых распространенных и популярных тематик для заставок. Безусловно, это не весь список того, что предсказали писатели-фантасты, но мы постарались откопать для вас самые удивительные из них. Напишите в комментариях, какое предсказание писателей-фантастов показалось вам самым невообразимым, ведь представить за 100 лет до того, как это стало бы возможным, это просто что-то невероятное. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Желаем всем панкейкного настроения и до новых встреч!